Никакого бензопирена нету, никакой таблицы Менделеева нету. Это фантазии безграмотных людей. Значит, резиновые шины, как и всякая вулканизованная резина, там самые опасные три выделения. Метилмеркаптан, сероуглерод и сероводород. Вот основные, так сказать, опасности, которые при этом бывают. Это токсичное выделение. А остальное, это может быть пыль, так сказать, резид от корда, который в шинах есть. Мелко, может быть, мелкие частицы самой резины. А так там никакой таблицы Менделеева нет и быть не может. Метилмеркаптан, сероуглерод, сероводород. Высокотоксичные соединения. По этому поводу мне недавно звонили из радиостанции «Бизнес-ФМ». Спрашивали мое мнение по поводу посыпки резиновой крошки детских площадок. Да-да, вот тот самый момент. Они очень упирают на этот момент, что их продукция идет именно туда. Туда и на стадионе. Вот, и да-да-да-да-да, и эта корреспондент спрашивала, что у нее информация, что это вредно. А никто ей не мог объяснить, почему вредно, потому что люди просто не знают этого вопроса. А я этим специально занимался в течение многих лет и достаточно успешно. Вот, поэтому я сказал, что долгое время это будут ядовитые выделения вот этих трех веществ, на которые очень жесткие ПДК, которые достигают там 0 целых и 4-5 нулей, и потом только единицы где-то. Вот, а дети небольшого роста, и поэтому они непосредственно вдыхают эту штуку. Я сказал, что для того, чтобы этого не было, там эта же крошка окрашенная используется, вот, что нужно в краску вводить специальные добавки, которые связывают эти три высокотоксичных соединения. А этого никто не делает, потому что этим занимаются холодные сапожники, которые ничего не знают, никакой химии вообще, а тем более химии резины. А химия резины – это сложнейшая вещь. И что там происходит, знает, может быть, несколько человек на всю страну. Вот вам такая ситуация. Так, и что делать? Кому что делать? Вот поставляется резина в детские площадки на стадионы. Что делать? Я же сказал, что… Добавки вводить. Нужно в краску, которая окрашивается, вводить добавки, которые связывают необратимо эти токсичные соединения. А связывать их обязательно. Вот когда я про кровлю рассказывал из резиновой этой крошки, то мы в нее ввели вот эти вот добавки и в саму композицию, и в краску, потому что у нас окрашены эти самые материалы. Вот, мы ввели добавки, которые связывают вот этот сероуглерод, сероводород и метилмеркоптан. Вот, поэтому эти кровельные материалы, они безопасны. Вот, поэтому такая ситуация. Потому что каждый раз, когда касается использования на практике, тем более в больших масштабах, полимеров, а резина – это вулканизованный полимер, вулканизованный каучук изопреновый, вот, то каждый раз приходится сталкиваться с чудовищной неграмотностью. Вот, потому что никто не хочет вникать, что это такое, как это, что, почему. Вот вы, так сказать, обратились к специалисту, который это дело знает. А так вообще существует, кроме мифов, ничего, никакого понимания сути вопроса. Вот таким образом. Хорошо. А что, какая судьба с теми детскими и спортивными площадками, которые уже есть? Через какое время они могут стать безопасными для здоровья детей? Это год, 10 лет, 100 лет? Нет, ну, это где-то лет 10. Лет 10. На это влияют пагодные факторы? Солнце, холод, вага? Да, конечно, нет, холод не влияет. Конечно, влияет, прежде всего, температура. Вот, чем выше температура, тем уровень выделения вырастает по экспоненте. Фонансальная кривая, то есть непропорционально, она так и уходит вверх. Вот, уже при 40 градусах это в несколько раз выше, чем при 20. Не в два раза, а там раз в шесть, наверное. А дальше, если солнце же нагревается, резина. А резина очень хорошо поглощает инфракрасное излучение, то, которое вызывает разогрев объекта. Поэтому в летнее время, как раз когда на этой площадке, там идут максимальные выделения. Это радость. Неожиданно. А я собрал побегать. Ну, я это слышу уже тысячу раз, когда мне, когда я рассказываю, почему нельзя использовать токсичные строительные материалы, что это ускоренный марш к могиле. Да. Потом мне говорят, ой, а я не знал, я весь дом построил из плит ОСБ, а сверху еще гибкую черепицу. Где же вы раньше были, мне говорят. Я говорю, я был всегда на своем месте и занимался экологической безопасностью строительных материалов и прежде всего полимерных материалов. А вот где вы были, вот это вот другой вопрос. Вот так же, как и вы, что вы собирались куда-то побегать и так далее. Вот. То есть, эта безграмотность, она наносит очень вред, огромный вред. Там люди схватили токсичность здесь, в пятом, в десятом месте. Вот так набирается в том числе и увеличение раковых заболеваний и других заболеваний. Ух, понятно. Дело в том, что кроме вот меня и тех, с кем я работаю, сотрудников, вот, никто экологией полимерных материалов больше не занимается. Раньше были еще в медицинских институтах, в гигиенических институтах более-менее занимались. И то, это самое, с грехом пополам, поскольку химии не знали. А сейчас этих институтов нету, вот. И идет полное безраздельное хулиганство теми, кто стремится сорвать скорее-скорее большие деньги. Вот такая ситуация. Вот. Те, кто читает мой сайт, наш сайт этот самый, Экросхим, те, значит, звонят, выясняют, какие материалы более безопасны и так далее. Но большинство ничего не читает. И люди заболевают, травятся формальдегидом, фенолом. Вот теперь еще эта дробленая резина получила широкое распространение. Поскольку, с точки зрения механической, как покрытие площадки, это хорошая штука. Это хорошая штука. Она не гниет. Там ни грибок не заводится. Эту резину, кстати говоря, даже термиты не трогают. Почему? Например, наш кровельный материал очень ценный для Юго-Восточной Азии, где термиты – это проблема. То есть, как покрытие детских площадок – это неплохая штука. Но незнание химии, в том числе химии резины, создает опасность для здоровья детей. А когда уж это стадион, то это вообще очень опасная штука. Понятно. Спасибо большое.